Всем привет! Сегодня мы обсудим с вами мелочи, которые способны испортить ваш стиль в том случае, если вы не обращаете на них никакого внимания. Пункт номер один. Это зашитая шлица у вашего пальто или жакета. На самом деле, я даже сама неоднократно попадала в такую ситуацию, когда из-за того, что я не обратила на это достаточное внимание, из-за того, что я просто забыла распороть эту шлицу, я в таком виде выходила на улицу, на встречу, и было даже такое, что я именно так шла на съемку. И потом мне подписчики писали о том, что, ну, вообще-то для стилиста это не камильфо, когда у вас шлица по-прежнему не распорота. Так что, несмотря на то, что мы можем на это внимание не обратить, а вот окружающие люди наверняка это заметят, потому что от этого зависит, как именно будет сидеть на вас данная вещь. Так что не забываем про этот момент и дорабатываем свои изделия сразу после покупки. Пункт номер два. Это торчащие карманы брюк. Бывает такое, что когда брюки сидят недостаточно хорошо или просто таково строение ваших бедер, что карманы начинают топорщиться. Мало того, что это добавляет дополнительный объем вашим бедрам, так еще и портит в целом восприятие вашего образа. Что я рекомендую клиентам в таких случаях? Я рекомендую просто эти карманы застрочить для того, чтобы не было вот этого вот выделяющегося объема. Если вы карманы застрачиваете, то уже при движении, при смене поз вашего тела вот этот объем не будет появляться и не будет портить визуальное восприятие вашего стиля. Следующая странная ошибка, которую я очень часто замечаю у разных людей, и даже у блогеров, и даже в каких-то образах на Пинтерест, это когда не отпорот ярлычок на рукаве, и еще бывает, что он не отпорот на шарфе или каком-то палансине. Для меня это выглядит вургарно. Создается ощущение, что человек просто хочет показать марку своего пальто, пиджака или своего шарфа. На самом деле это очень грубая ошибка. Этот ярлычок пристрочен совершенно не для того, чтобы украшать вашу одежду. Его нужно отпороть сразу же, как только вы принесли свое изделие домой. Следующая вещь, которая очень часто портит разные образы, в том случае, если вы покупаете недорогую одежду. И здесь я говорю о пластиковых пуговицах. Бывает так, что даже сама вещь, в принципе, по стилю неплохая и неплохо скроена, но дешевая фурнитура моментально выдает качество вашей вещи. И несмотря на то, что это такая мелочь, тем не менее, стилистический образ сразу же падает на несколько уровней. Поэтому в том случае, если вы не можете себе позволить более качественные вещи, хотя бы купите более качественные пуговицы. Это могут быть пуговицы роговые, которые вы отнесете в ателье, и вам спокойно поменяют этот пластик. Следующий пункт – это ремешки, которые идут в комплекте к вашей одежде. Как правило, они тоже никуда не годятся. Например, есть очень такая популярная модель брюк в Zara, которые идут с встроенным ремнем. Сами брюки очень классные и очень хорошо сидят на фигуре. Но при этом ремень быстро деформируется и выглядит в итоге неэстетично. То есть появляются какие-то заломы, появляются какие-то катышки на нем, потому что он обтянут тканью. И выглядит это совершенно некрасиво. Если у вас есть такие брюки в гардеробе, то поменяйте этот ремешок просто на классический ремень с металлической пряжкой. Будет смотреться намного лучше и тем более будет не совсем понятно, где вы купили эти брюки. Потому что на данный момент эти брюки очень узнаваемые. То же самое могу сказать и про все ремешки, которые в основном идут в масс-маркете в паре к одежде, к брюкам, к платьям, к каким-то рубашкам. В основном они тоже никуда не годятся. Лучше сразу от них избавляться и носить качественные ремни из вашего базового гардероба. Следующий пункт. Это кривые швы и торчащие нитки из вашей одежды. В принципе, это достаточно очевидно. Иногда это легко устранимо. Если торчит пара ниток, их просто можно спокойно отрезать. Главное, этим не пренебрегать. Если же речь идет уже о кривых и косых швах, то, к сожалению, в такой одежде, которая так плохо скроена, вам не удастся выглядеть на все сто и выглядеть достаточно стильно. Потому что это уже говорит о том, что на производстве данной вещи сэкономили. Значит, скорее всего, она будет и сидеть недостаточно хорошо, и ткань у нее будет недостаточно хорошая. Поэтому, когда вы покупаете вещи в магазине, обязательно проверяйте, насколько изначально вещь выглядит хорошо. И я хочу сказать, что и в масс-маркете бывают разные варианты. И плохие вот такие кривые косые швы, и абсолютно ровные качественные швы, которым невозможно придраться. На это просто нужно обращать внимание в самом магазине. И последний пункт, о котором я хотела сегодня рассказать, это жакеты, которые плохо держат форму. Вообще, на самом деле, жакет сама по себе такая вещь, достаточно структурированная. И она призвана к тому, чтобы добавлять вашим образом собранности или собранность вашей фигуре. Поэтому, если жакет выполнен из некачественной ткани, если он выглядит расхлябанно, если он постоянно куда-то уезжает в кривь и в кость, это очень портит комплекты одежды. Лучше вообще не носить жакеты, чем носить вот такие вот хлипкие варианты из рыхлой ткани, которая совершенно форму не держит. То есть, получается, что данная вещь свой функционал вообще не выполняет. Ну что ж, это все пункты на сегодня. И давайте резюмируем, подведем какую-то общую под ними черту. Много я говорила о том, что недостаточно хорошее и высокое качество вещи будет портить ваш стиль в любом случае. Какие-то из этих пунктов можно доработать, как, например, поменять фурнитуру на вещах. Можно больше внимания уделять вещам при покупке и не думать, что это не бросается в глаза. И третий вариант – это просто покупать меньше, но более качественно. То есть, вкладываться в свой гардероб именно с целью того, чтобы у вас было пусть и несколько вещей, но они были максимально идеальны в соответствии с вашим бюджетом и образом жизни. Какие еще мелочи вы знаете, которые способны испортить любой стиль? Напишите в комментариях под этим видео. Ставьте лайки, если вам нравятся такие темы. И до новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok